Историографическая версия. Может быть, нам надо подумать, чтобы Минск строить где-то в другом месте, потому что очень дорого будет руины разбирать, а потом новые строить. Брат-близнец чего, например, в нашу почтату? Брат-близнец храма католической церкви во Флоренции. Только там вместо часов икона Девы Марии. Урон, который нанесли нам в период германской оккупации, 75 миллиардов советских рублей. 35 государственных бюджетов Беларуси, Советской Беларуси. Если в сегодняшних реалиях это было более 500 миллиардов долларов. Вся восточная Беларусь у нас в сельском хозяйстве строилась фактически с нуля. И только за счет народного героизма. Пахать не было чем. Тут было соревнование. Ведь американцы помогали кому? Западной Европе. И поэтому у нас на промышленное, на индустриальное строительство гигантское усилие делали. На сельское хозяйство как бы в сторону оставили. Надо было показать, что мы сами, то, что мы сегодня имеем, ту базу советскую, базу советскую, это результат послевоенного восстановления. Сталин, проезжая после уже окончания боевых действий на территории Беларуси, через Минск, увидел масштаб разрушений и, в общем-то, думал о том, чтобы город отстраивался вообще с нуля в новом месте. Пономаренко отговорил его от этого. Экономически восстанавливать точно не имело смысла, очень дорого было. Дешевле и проще было построить новый город, новый Минск. Но решили восстанавливать. Вы правильно вопрос задаете. И действительно, есть несколько историографических версий, но тогда позвольте вопрос. А что, Сталинград не надо было на новом месте строить? А что, Ленинград не сильно был разрушен? А что, другие города, которые были под оккупацией, они тоже, ну, например, белорусские города, они, Витебск, Гомель, они на 80-90% в Витебск был разрушен. Могилев, Могилев. Если такой логикой пользоваться, то нам надо было как бы новую Беларусь выстраивать. Что касается вопроса конкретно. 15 июля 1945 года Сталин ехал на правительственном бронепоезде. По дороге стояло 15 тысяч НКВД-истов. На каждом километре были выстроены и лицом, чтобы стояли не к поезду в этом отношении. Ну, ехало вся советская, почти все советское руководство в Патсдам на конференцию. На 17 числа июля открывалось. И вот, когда поезд проезжал по Беларуси, Сталин видел разрушение нашей страны. И действительно, на Минске поезд остановился, делегация его встречала белорусское руководство во главе с Пономаренко в этом отношении. Он вышел оттуда, и они там разговаривали, ну, поздоровались, разговаривали, потом на площадь вышли. Центр был вообще разрушен, в руинах стоял. И вот разговор Сталина говорит, да, действительно, то, что мне доносят сообщение, что сильно пострадала, например, Белоруссия, ну, потому что комиссия работала у нас чрезвычайная по преступлениях фашистской Германии на нашей территории. Убытки подсчитывали, человеческие жертвы и так далее. И вот он говорит, да, они говорят правильно, не врут они, вот я своими глазами. Но, говорит, таких разрушений, как вот в Минске, я никогда не видел. Может быть, то есть историографическая версия, может быть, нам надо подумать, чтобы Минск строить где-то в другом месте, потому что очень дорого будет руины разбирать, а потом новые строить вот в этом отношении. Ну, где-то за Минском, вот в районе нынешнего автомобильного завода. А к этому времени, к 45-му году, уже начиная сразу с послевоенного времени, где-то через две, ну, может, три недели максимум после освобождения Минска, вот возникло такое патриотическое движение. Ну, может быть, оно кем-то инициировано было из руководства, трудно сказать в этом отношении. Ну, в городе появились такие плакаты, от руки написанные «Восстановим родной Минск». Ну, в общем-то, население было мобилизовано на восстановление, прямо скажем, тогда война еще и мобилизация. Что это значило? Домоуправление, каждого, кто... А тут оставалось какие-то около 990 тысяч жителей, из 240 до военных. И вот каждый после работы 2-3 часа должен был отмечаться в табеле, все было, разработать на разбор руин и так далее. Такое патриотическое, сильное патриотическое движение было. Ну, и поэтому, да, приезжали эти самые, как его... Комиссия была создана, как восстанавливать это Минск. Даже архитекторы были и рассматривали вариант, вот, чтобы предлагать правительству рассмотреть, чтобы где-то в другом месте главные улицы Минска, будем так говорить, строить. Но тут ситуация какая была. Что делать с Домом правительства? И с памятником Ленина? Ну, если мы перенесем Минск куда-то в другое место, то получится правительство будет там, ну, понимательно... То есть логики не было в этом процессе. И поэтому, да, обсуждал Пономаренко с этими архитекторами и так далее. Эти моменты и в правительстве они вели разговоры на этом месте. И Ценава ему говорил, Пантелеймон, слушай, что вот в Минске нам надо такую улицу построить, как в Москве главный проспект, это самое, как в Ленинграде Невский проспект. Нам надо показать славу. Ну, люди сражались, погибли. И вот, а где, какое начало этой улицы, откуда оно должно брать? Ну, наверное, от Дома правительства. Потому как, если посмотрим... Ну, собственно, так и есть сейчас. Да, 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 вот в этом, понимаете, вот в этом, ну, пообсуждали они этот вопрос. И когда Сталин уже, Пономаренко был готов ему чего сказать. Он говорит, Иосиф Виссарионович, не, мы думаем, что этого делать не надо. Нас народ говорит, что восстановим родной Минск. У нас уже целый год патриотическое движение в этом отношении. Мы заверяем вас, что возродим родной Минск. Тем более Сталинград у нас побратим. И Сталинград же восстанавливается из руин. Он не меньше был разрушен, может, даже больше в этом отношении. И Сталинград был побратимом. Сюда приезжали строительные бригады, привозили кирпичи из сталинградских зданий, из дома Павлова. И они заложены в наших зданиях вот на этом проспекте. И Сталин говорит, ну ладно, если народ за то, чтобы восстановить, мы настаивать не будем в этом отношении. Так что эта версия вполне Пономаренко. Они, кстати, сам в своих воспоминаниях говорят, что именно так было. Но исторических документов, которые были, воспоминания еще кого-то и так далее, вот нету на этот счет. Более того, Сталин предложил, Пономаренко говорит, что Сталин ему предложил, чтобы он ехал в Потсдам с ним на конференцию. И он сказал, что, Иосиф Виссарионович, для меня это очень неожиданно. Я вот тут с делами разберусь, тут же нельзя сесть на поезд, и он уже руководитель. А тут еще проблема была. Ехали то ехали, немцев то разгромили. А у нас на территории Советской Беларуси было примерно 50 тысяч бандеровцев, аковцев, литовских националистов, и которые, в общем-то, надо было с ними мирную жизнь настраивать, бороться с ними без политического руководства. Сложновато было. Ну все, советское руководство, белорусское, уехало. Да ладно там, где тихомирная жизнь, а тут же, в принципе, страна, наша република была еще как бы на отзвуке войны. В полувоенном положении. Да, да, терроризировали население. Это очень серьезный вопрос. Ну, смотрите, как Пономаренко, опираясь, опять же, на общественное мнение, как сейчас бы сказали, да, он же оказался прав. В каком плане? Посмотрите, что, действительно, какая шикарная улица получилась от Дома правительства, ну или, как многие говорят, от почтамта, да? Конечно, дорого было, но зато вот это очень правильно сделали. Здесь группа архитекторов была. Ну, в 45-м году король приехал, наш земляк белорусский в этом отношении, и возглавил он здесь Белгоспроект. Тогда, ну, у людей, архитекторов, в общем-то, тогда очень тяжело людям работать было. Ни бумаги нету, ни помещений, ни город, вот, руинах все лежало в этом отношении. Я сказал, что братские республики, Россия очень сильно, ведь нам нашество над Минском взял Ленинград сам, так? Ведь памятник Ленину немцы в 41-м году, когда захватили Минск, они его уничтожили. Ну, фотографии есть, когда немцы сидят на памятнике, сбросили его, и там фотографируются, сидят там, понимаете, вот, ну, издеваются, будем так говорить, и потом они, наверное, его переплавили. И вот после войны в Ленинграде было восстановлено, это, можно сказать, копия того оригинального памятника, который создали и поставили в 30-х годах. И вот ленинградские, ну, так сказать, рабочие, интеллигенция, и оказывали очень серьёзную помощь, в том числе и архитекторы городу Минску в восстановлении. Ну, например, вот здания, которые мы по нашему проспекту в этом плане, они были, да, конечно, уже приспосабливательны под руководством короля и там товарищей, которые с ними работали под наши, можно сказать, условия, на ней, это фактически копии Невского проспекта. И вот здания, которые построены здесь, они включены в ЮНЕСКО, потому что представляют архитектурную, ну, ценность, они выполнены, так сказать, в европейском стиле. Мы гордимся нашим проспектом. В нашей стране, в Советской Беларуси, помогал, можно сказать, после войны, не только, есть советский народ, то есть Новосибирская, там, Куйбышевская, Ивановская, другие российские, Горьковская области, помогал Узбекистан, Киргизия помогали, ну, кто чем мог, понимаете. И есть сведения о том, что итальянцы, здесь же была организация ЮНРА, обследовала, то есть организация, организация объединенных наций, ЮНРА, сокращенные, ну, если так перевести, администрация помощи восстановлению. И вот американские специалисты, которые обследовали многие государства на предмет помощи, они пришли к выводу, это не наша оценка, что советская Беларусь больше всех в мире пострадала от нацистской, в Европе, ну, от нацистской оккупации. И было принято специальное решение по организации помощи детским домам, финансовая помощь поставила, продовольствием, в этом, ну, нашему народу одежду присылали, ну, просто вагонами, и другие европейские народы. Ну, есть сведения о том, что, к примеру, итальянцы, вот, некоторые здания, которые были у них, ну, во Флоренции, например, есть они, вот они проекты эти представили. Ну, король, его архитектуру ему попало, они доработали и в этом плане этот проект. И вот проект нашего почтамта, такой величественный, правда, вот, красивый, правда, ну, это же здание, вот, не свойственное для, такая красота для обыкновенных административных зданий, типа почтамта и так далее. Но, тем не менее, есть сведения, что это проект итальянский, Флоренции, который доработали, там есть такие культовые здания в этом отношении. Брат-близнец чего, например, наш почтамт? Брат-близнец храма католической церкви во Флоренции, только там вместо часов икона этой Девы Марии. Какие здания еще такие, вот, близнецы у нас есть? Еще здание у нас Национального банка, это тоже архитектурный проект, по некоторым сведениям тоже представленный, то есть это здание, особняк, дворец там княжеский в Италии, вот, тоже самое в Флоренции, в Италии. Вот, еще здание, это ГУМ наш, это дар украинского народа, белорусскому народу, этот проект. Но он выполнен в стиле, именно с особенностями, национальными традициями Украины. Там вы видите каштаны, изображения, вот, ну, в национальных одеяниях шаровары и так далее. Вот для того перила такие, вот, несвойственные, это, как бы, символ той казацких лодок или струх, ну, вот, в этом плане. То есть он оформлен тоже в стиле народных традиций, мотивов, которых было советской Украины. И они материалы сюда и финансировали. У нас же не было высших учебных заведений, которые бы готовили архитекторы и так далее, с одной стороны. С другой стороны, до 1939 года республика была разделена, и в Минске тут не хотели никакого строительства, особенно сильно разворачиваться. Вот это тормозило развитие нашей национальной архитектурной традиции, школы. После войны было очень тяжело возрождать тоже, вот, потому как у других уже было, и они хотели, чтобы еще лучше у них было. А потом, если вы вспомните, что возникла традиция Москва, что должен быть образцовый город, так называемый, коммунистический в этом плане. Ну, если посмотреть в этом отношении, то давайте мы, вот, глядя на Минск, скажем, какая еще улица может составить конкуренцию нашему центральному проспекту. А почему? Почему все остальные? Понимаете? Вопрос возникает. Вы сказали, что это очень дорого. Ну, понятно, что дорого. А вот с чем это можно сравнить? Как понять вот это вот, это дорого? Я хочу сказать, что если бы наше руководство более настойчивость проявляло в этих вопросах, то, может быть, результаты были бы несколько другие. Ну, хотя, конечно, трудно было проявлять настойчивость. Почему? Потому что, ну, Пономаренко, он очень долго держался и тут, и в Беларуси. Ну, ведь для нас Пономаренко ведь не родной, если так вот честно положа руку на сердце сказать. Да, он душой болел за, понятно, что за советскую Беларусь и так далее. Но, тем не менее, вот, что, Волков был до этого некоторое время первый секретарь. И что Пономаренко? Решили, что Пономаренко будет. Приехал Андреев сюда, член политбюро, и привез Пономаренко. Вже съезд, можно сказать, избрали ЦК. Ну, не успели огласить результаты. И созвали снова делегата войны, избрали Пономаренко в состав ЦК. А потом ЦК избрал Пономаренко первым секретарем ЦК Компартии Беларуси. И фактически все решалось не у нас в этом отношении. Да кто на его на смену пришел? Гусаров пришел снова. И пока, если честно сказать, пока наше руководство не возглавляет. Мазуров, настоящий Беларусь в этом плане, родной и близкий нам в этом человек. Остальные люди, они меньше, конечно, заботились о том, чтобы Минск был величественным. Они строятся, рапортуют о выполнении. Ну, а какая разница, какие там здания будут в этом отношении. Они же не думали, что Пономаренко уехал в другой. И они менялись везде. Поэтому они не чувствовали кровной связи с этой землей, будем так говорить. Не настаивали, не обладали таким пробивным настойчивостью. Хотя в хозяйственном отношении советское руководство как бы шло навстречу тем людям, которые проявляли настойчивость и так далее. Ну, например, на Дом правительства денег не пожалели. Он достаточно дорогой был. И да и оперный театр не дешево обходился. Что касается денег, вот материального измерения. Ну, судите сами. Когда Беларусь воссоединилась, западное и национальное воссоединение, наш государственный бюджет в 40-41 году 2,2 миллиарда тогда советских рублей был. До воссоединения 1,4 миллиарда советских рублей был. И если 10-15 миллионов на сооружение, например, театра отдавать, это значит все и образование, культура. Это не так. Это тогда очень дорогие проекты были, учитывая технику, рабочую силу и длительность строительства этих проектов. Было разрушено. Понимаете, что тогда были другие деньги, другие цены. Правильно, другие деньги. И понятие о деньгах было другое. Вот если для современного человека, чтобы он понимал, вот насколько дорого, например, отстроить вот такой кусок проспекта от почтамта до круглой площади, например. До площади Победы. Я вам скажу, чтобы с цены очень тяжело сопоставили, сопоставимые цены, потому у нас сейчас рыночная команда. Да, я понимаю. Но вот если бы сегодня взялись что-то такое строить или что-то уже построено из недавнего, вот с чем это можно сравнить? Ну, хотя бы примерно. Урон, который нанесли нам в период германской оккупации, был немцами нанесен, в тех ценах, ну, в сопоставимых ценах на 1941 год, тогда это было 75 миллиардов советских рублей, 35 государственных бюджетов Белоруссии, Советской Белоруссии. Если в сегодняшних реалиях это было более 500 миллиардов долларов, вот это разрушение занимало бы в сегодняшних ценах в этом отношении. То есть, если говорить о том, что наш бюджет был в 40-41 году, и в 46-м году то же самое такой был, ну, сравнивали, что и как, и по тех мерках делали, и задания давали на восстановление, и ориентируясь на 40-й год. В 1946 году бюджет у нас был 2,3 миллиарда рублей советских, и из этих 2,3 миллиарда советских рублей львиная доля шла на восстановление, промышленности, предприятий строились, и энергетики, электростанции, все были данные. Ну, 5% электроэнергии только до военного уровня здесь было. Ну, а без электроэнергии, как же ты заводы, фабрики восстановишь? Откуда брали оборудование? Вот мы говорим о восстановлении. Да, 20 миллиардов долларов тогда в соотношении Германия должна была нам поставить Советскому Союзу оборудование на 20 миллиардов в тех ценах, в этих ценах. Так вот, оборудование для наших тракторного завода, для автомобильного завода поставлялось из Германии в каком? Я так думаю, около миллиарда в тех ценах. Сейчас это было бы, я вам скажу, миллиардов 25 сейчас это стоило бы. То есть стоимость этого проспекта, вот от здания почтамта до здания цирка, в сегодняшних ценах, я так думаю, миллиардов 30-40 долларов было бы стоить, не меньше стоимость этого строительства было. Как сопоставить в советских ценах, ну, это в сегодняшних рыночных ценах, понимаете, именно так говорю, и не меньше, а может быть даже больше. Почему я так говорю и такие расчеты? Потому что в тех ценах, по моих подсчетах, лично по моих, я занимался этим вопросом, на те деньги, которые вот после войны нам, мы могли, мы могли 50 таких городов построить, как молодечно сегодня. Вот. Что стоило в советское время этих цен? Это деньги вообще потрачены на восстановление или только Минска? Это, нет, это если все деньги, которые мы бы, вот, если одновременно мы получили бы, вот, почему так тяжело шло восстановление? Потому что нам на восстановление Беларуси, ну, в советской, много было чего разрушено. И стояла, смотрите, задача какая, строить новую атомную промышленность. Стояла задача новые технологии развивать и так далее, мобилизации. И, ну, кроме Беларуси, восстанавливать и другие. Более того, кроме других, надо было помогать еще странам Европы, которые стали частью социализма, так называемым социалистическим лагерем. И ресурсы откуда брались? Ресурсы брались только внутренние ресурсы. Поэтому нам выделяли, да, вот 2,3 миллиарда, ну, это примерно, как сказать, ну, 50-я доля от того, 50-я часть от того, что нам надо было, в принципе, понимаете? Как же тогда построили это все? Вот правильно вы задаете вопрос. Если только 50-я часть средств была выделена на... 50-я доля от того необходимого, что было выделено. Откуда средства брали? Ну, вот смотрите сами. В Беларуси население было 9,2 миллиона человек на момент 41-го года населения. А после войны в 45-м году 6,2 миллиона человек осталось. То есть 3 миллиона мы, народа, потеряли. Но меньше разрушена была у нас западная Белоруссия. И вот создали в это время, начиная с 48-го, медленно коллективизация, 49-50-й год коллективизация, колхозы. Вообще ни одной копейки на трудодень не выдавали. Крестьяне вырабатывали 270 трудодней в среднем за год. На трудодни выдавали некоторые, ну там, 30-40 грамм сельскохозяйственной продукции, которую производил колхоз. Потому что сначала колхозы рассчитывали с государством, потом с банками, с кредитами, там что давали. Ведь они строили хозяйство в чистом поле. Вот Кирилл Орловский воспоминает. Говорит, мне, герой Советского Союза, я пришел, хозяйство у меня, чистое поле. Ничего нету. Ни конюшни, ни коровника, ни животных, ничего. Государство выделило 50 тысяч рублей кредита. Ну, с чего-то надо начинать. Мы поехали в Вологодскую, в Вологодщину, закупили там грузовик, купили, немного стройматериалов купили и закупили в колхозе этих скот, хотя бы там 10-15 этих телок породистых. Где держали крестьяне, доярки держали, молодые девчата держали у себя в доме, кормили серпами, жали траву. И вот что собирали в крестьянских хозяйствах, сносили, строили сначала небольшие такие укрытия. И, короче, вся восточная Беларусь у нас в сельском хозяйстве строилась фактически с нуля. И только за счет народного героизма. Пахать не было чем. Раньше эти документы были засекречены. А вот потом все архивы открылись. И вот читаю в архиве. Крестьяне... В Гомельской области пишут товарищу Сталину письмо крестьяне. Товарищ Сталин, в нашем колхозе вот нету ни одной лошади. Мы, восемь женщин, вынуждены отдавили план в 44-м году, чтобы мы вспахали 50 гектаров, а в 45-м 100 гектаров. А у нас нету ни коров, ни лошадей, ничего нету. Вот мы, восемь человек, женщин, заплух и одна, а мы тянем и вспахиваем эту землю, чтобы засеять, выполнить план по посеву, возродить нашу родную Беларусь. Подумали, подумали военачальники. И вот 5 мая 1945 года приняли решение с Германией скот, который немцы угнали отсюда. Примерно миллион голов крупного рогатого скота и лошади, 970 тысяч голов лошадей угнали. Ну, по голове свиней, часть вернуть хорошего породистого скота. И направили 440 человек руководства, 57 тысяч обслуживающего персонала, скотников и так далее. И перегоняли их гоном через Польшу. К нам перегнали примерно 79 тысяч голов скота. Ну, лошади перегонялись, коровы хорошие породистые, свиней гнали. Каждый колхоз получил примерно на востоке, в восточных наших регионах. А почему, вот, вы говорите, западная часть Беларуси была меньше, подверглась разрушениям? По той простой причине, что первая в Западной Беларуси коллективизация частично была приведена. Там было только создано 1115 колхозов. И небольшими были. Система коллективизации не устоявшаяся была. Она только проводилась вот после сентября 1939 года и до начала войны. И естественно, что этот процесс не был завершен. В некоторых регионах он вообще только-только обозначился в этом отношении. А когда война оккупирована, наша территория была, часть польских хозяев вернулась на эту территорию. Вернулась на эту территорию. Рабочие силы были даже вот с восточных регионов Беларуси, из детских домов детей. И вот Западную Беларусь перевожили, и подростки. Они становились там наемной рабочей силой. Они были у этих польских осадников, помещиков, которые вернулись. И они с немцами сотрудничали. И когда они сотрудничали с немцами, у тех уничтожать, сжигать деревни, уничтожать население, в общем-то, таких вот сильных мотивов не было. Но самое главное заключается в том, что хозяйства их не работали. Они владели по 5-7 тысяч гектаров земли. И местные крестьяне на них работали. И вот в этом отношении, когда крестьяне на них работали, они не успели даже вывезти, после советских войска стремительно из Западной Беларуси, не успели из помещицких этих майонтков вывезти хлеб. Не успели вывезти даже часть скота. Поэтому в Западной Беларуси сельское хозяйство было вот в несколько лучшем состоянии. И по отношению населения даже больше сохранилось, вот я сказал, по этим причинам. И материальная база сельского хозяйства осталась более крепкой. Ну, естественно, что это и были те ресурсы, на которые перед восстановлением, вот когда коллективизировали, они стали базой для восстановления нашей Беларуси. Например, с каждого христианина, который владел лошадью в Западной Беларуси, налог в увеличенном размере был, и он поступал весь в местный бюджет. Потом были проведены замеры, в кого сколько земли, и установлены налоги на середняка, на бедняка, на кулака, и все эти налоги поступали только в местный бюджет в этом отношении. Поэтому из союзного бюджета нам поступало, вот я говорил, 2,3 миллиарда в 1946 году, а из союзного там миллионов 145 только дотаций, кредитных ресурсов поступало. Совсем небольшие деньги в этом отношении, а остальное должно было поступать, исходя, ну откуда было взять, только в основном из сельского хозяйства. Поэтому вот только за счет героизма, самопожертвования нашего белорусского народа мы вот восстановили и наши города, восстановили и восстановили вот наш родной Минск. Если привести такой факт, из сельского хозяйства, вот всего Советского Союза, в период четвертой пятилетки было извлечено 289 миллиардов советских рублей, а вернулось туда 103 миллиарда. Ну вот все остальные деньги куда пошли? На восстановление городского хозяйства, на восстановление промышленности, на восстановление энергетики и на строительство. Ну в 1949 году все-таки атомную бомбу и паритет военный восстановили в этом плане. Это был вопрос тоже жизни и смерти советского государства, и поэтому это никак нельзя сбрасывать со счетов. Ну мы больше как-то о Минске, а вот другие города ведь действительно, ну мы сейчас не говорим о деревнях осожженных, а именно о городах, которые пострадали не меньше, чем Минск. Тот же Могилев, тот же Витебск, тот же Гомель. Там процессы-то еще такие шли, как и в Минске? Совершенно верно. Ведь по историкам нету других данных. Наши города, вот в Восточной Беларуси, восточного региона тогда Беларуси, так и называлось, они были разрушены на 80-90%. Восстанавливать городское хозяйство, это был национальный приоритет. Без восстановления национального хозяйства. А как города можно было строить? Восстанавливать сначала промышленность, потом мы, вот строили мы тракторный завод, но строили одновременно бараки рабочим, так и восстановить. Витебская фабрика или там Гомсельмаш восстанавливался и так далее. Без восстановления Гомсельмаша невозможно было снабдить сельское хозяйство обыкновенными орудиями труда, машинами восстановить. Поэтому восстановление промышленности, оно одновременно требовало восстановления городского хозяйства. Правда масштабы там были совсем не такими, ну, например, как в столице. Да и наша столица, Минск, вы заметьте, я считаю, что он начал, и вообще Беларусь начала, первоначально восстановилась до 40-го года, да, где-то к концу четвертой пятилетки. Но это не те масштабы были, которые нам требовались. Настоящее восстановление и настоящий, так сказать, вот рост в Беларуси, взрыв был только в годы семилетки. Когда мы, вот начиная там где-то с 56-го года, ну, вот, промышленный, мы построили, вы знаете, где-то свыше 300 промышленных предприятий. Все гиганты, которые у нас сейчас есть, которыми мы гордимся, вот, они, нефтехимия, вот в этом плане, они все были построены в годы семилетки. До 1960-го года Беларусь была, если вот так вот честно сказать на руку, была аграрно-индустриальной республикой. Аграрно-индустриальной. И этим все сказано. А почему, вот, на ваш взгляд, опять же, именно в Беларуси, из Беларуси решили сделать тогда сборочный цех? Это тоже связано с вопросом, когда Сталин был 15-го июля в городе Минске. Пономаренко воспоминания, следующие его есть, и документы есть на этот счет. Он говорит, Иосиф Виссарионович, вот, ну, как-то, надо помочь Минску, Беларуси. Он говорит, Сталин говорит, конечно, надо, вопросов нету. То есть мы видим, что разрушения у вас, больше всего вы разрушены. Он это признал. Он говорит, мы до войны строили в Минске авиационный завод. И только фундаменты успели построить. Мы сейчас предлагаем на этом месте, на этих фундаментах, много всего, чего сделано, вот, построить тракторный завод в Беларуси. Нас сельское хозяйство очень нуждается. Более того, да и в этой части Советского Союза таких крупных машиностроительных предприятий нету, а у нас есть Гомсельмаш. Мы строим, ну, прицепное, навесное оборудование. Вот если соединить это, это, говорит, это будет очень и очень для, ну, для советского, экономики для советского, мыслив категориями Советского Союза. Сталин подумал и говорит, так, я согласен в этом плане. И вот после поездки из Потсдама, повернулся к этим своим заместителям и так далее, вы дайте указание Госплану, чтобы они вот этот вопрос решили. И в 1947 году мы получили постановление Совета Министров о строительстве Минского тракторного завода. И задание получили, чтобы вон, до конца 1948 года уже, ну, стройка, комсомольцы, мобилизация была проведена в этом плане. И уже к 1949 году начали выдавать первые, так сказать, продукции, начали наши заводы, крупные машиностроительные заводы выдавать продукцию. Тут было соревнование, ведь американцы помогали кому? Западной Европе. И поэтому у нас на промышленное, вот на индустриальное строительство гигантские усилия делали, на сельское хозяйство как бы в сторону оставили. Надо было показать, что мы сами восстанавливаем, а Европа рапортовала, что к 50-му году там американцы план Маршала, и они огромные деньги влили, и там восстановили промышленность, экономику Западной Европы. И в этом плане вот это было не только, так сказать, идеологически. Беларусь, это только тракторный завод, а ведь потом же закрепилось название, что Беларусь сборочный цех Советского Союза. Вот, и это же не только потому, что тракторный. А это пошло именно с вот этого момента. Точно так же появился масс. Ведь когда образовалась система социализма, мы оказались, Беларусь, Советская Беларусь, в глубоком тылу, и теперь вопрос стоял так, что в Сибири плечо огромное туда техникум, тракторную и так далее вести. А эти предприятия на момент 49-50-го года были самыми передовыми, технологическими. Они были на острие прогресса, и на них надо было всем остальным равняться. И именно поэтому, когда в следующем, после Сталинский период, уже высокий потолок был, и когда у нас нефтехимия пошла в этом отношении, то выбора уже не было в советского руководства. Или этот потолок держать, ну, начиная с нашей нефтехимии, все начинать. Это я к чему. Да, мы, трагедия, что наша родная Беларусь была сильно разрушена, но я вам скажу, обратной стороной этой медали было то, что мы нашу промышленность все строили с нуля и с иголочки, и по самым передовым технологиям. И мы в этом отношении получили огромный бонус. А те советские республики, которые не были разрушены, они так и остались на том самом уровне в этом плане. Да, трагедия была, но хоть эта трагедия для нас пользы какая обернулась, она, другая сторона ее была, восстановления по самым новейшим технологиям. И вот в этом плане то, что мы сегодня имеем, ту базу советскую, базу советскую, это результат послевоенного восстановления и того, что у нас... Ну, что восстанавливать тут было? Например, мы эвакуировали все частичные оборудования на восток со своих предприятий. Какой смысл их оттуда было возвращать? Мы возбернули всего 30% от того, что эвакуировали и скота возвратили, и оборудование возвратили. Там же разрушать предприятия эти, там, демонтировать и станки сюда перевозить. Нам легче было получать из стран Европы по вот этому, по репарациям и строить здесь все по новой. И технологическую базу, и строить свои высшие учебные заведения, и подготавливать кадры. И наша республика вот за послевоенный период, вот за период восстановления это, получила огромный прыжок в развитии технологическом. Мы, я вам так скажу, по моим подсчетам, мы преодолели несколько технологических укладов и к 1960, даже к 60-му, 65-му году вот вышли на передовые. Мы, Советская Беларусь в составе Советского Союза вышли на четвертое место, на четвертое место, обогнали Россию, обогнали Украину по уровню экономического развития. Это дорогого стоит. Среди всех союзных республик, 15 союзных республик начали занимать. Именно благодаря тому, что мы вот в технологии, а им выбора не было, у нас новые предприятия, они должны были в эти технологические цепочки встраиваться. И встраиваться, потому что у нас все новое было. И вот поэтому мы и стали сборочным цехом, потому новые технологии, новые машины, новые кадры, новое оборудование. И результат в этом отношении, так это же наше преимущество было огромное. Те, кто остался в стороне от этих технологий, им и сегодня тяжело выбираться. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова